Так, сейчас посмотрю, хоть кто-то отпишет, что ты увидела. Да. Отпишешь? Это там. Девочки могут тоже засветиться. Так, сейчас посмотрю. Добрый день, мои хорошие. Я сейчас нахожусь на тренинге Елены Великой. Я безумно хотела, пожалуйста... Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте. Я очень хотела попасть на ее тренинги, потому что мне и Любовь Розенберг ее рекомендовала, и я сама смотрела ее в социальные сети, и сейчас я нахожусь на тренинге по ораторскому мастерству, и, блин, я столько нового интересного для себя узнала. И если вам будет что-то интересно, обязательно, вот если вы хотите научиться хорошо, нормально говорить, обязательно заходите на страницу Елены Великой, просто вы посмотрите, и, блин, вы откроете для себя много чего нового. А вообще, друзья, Настя сейчас... Ой, извините, Настя тоже. Нас много здесь уже, у бедной Елены уже, наверное, господи, думает, кого вы там привели. Да, что мы делаем? Мы сейчас тренируем выступление на камеру. Совмещаем приятное с полезное. В общем, с вами девочки общаются и одновременно делают упражнения по публичным выступлениям. Ну, и девочки, наверное, тоже покажутся. Девочки, да, конечно, завтра просто такие видео. Нарезки. Мы продолжаем обучение, мы продолжаем что-то делать и за пределами проекта. Я не знаю, есть еще такой сезон, который бы... Продолжение сезона, да? Продолжение нашего сезона, пожалуйста. Вот оно. Ну, вы победители. Тебе не видно. Так, а вы-то что-нибудь скажите. Так, всем привет. Привет. Мы сегодня пришли на тренинг к Елене Великой по ораторскому мастерству. На самом деле у меня очень была глобальная проблема. Я не умею правильно распределять речь, выходить к публике. То есть у меня был конкретный вопрос, конкретная цель. И я пришла, задала этот вопрос. И сегодня действительно в первый раз я вышла, я растерялась вообще. Какую-то ерунду начала говорить, запинаться. Когда это был уже второй, третий, четвертый, пятый раз, я понимаю, что вот эта проработка всех этих моментов улучшает и мое поведение, и обращение к вам также, да? Поэтому некоторые бы писали, кстати, что ничему вас проект не научил. Честно, честно. Раньше мне вообще ничего не интересовало. Тем более становиться там лучше, развивать как-то свою речь у меня вообще в планах в принципе не было. Но сейчас я здесь, я учусь для себя и для вас быть понятней, быть лучше. Что еще сказать? Улучшаем себя и свою жизнь после проекта. Предоставляю слово Насте. Давай вперед. Упражнения. На камеру. У меня на камеру. Ага. Как ее зовут? Всем привет, меня зовут Настя, я участница проекта «Новые пацанки». И за пределами проекта я сейчас совершенствую себя, так же, как и мои одноклассницы-девчонки. Мы не останавливаемся на том, что мы приобрели на проекте. Мы берем и несем это в мир, в будущее. И сейчас мы находимся на тренинге по ораторскому мастерству. Офигеть. При подаче себя на публику. Как это приводить красиво у Елены Великой. Ссылочку оставлю в комментариях. Подписывайтесь. Это действительно полезный и классный опыт. До этого я не знаю, как ставить свою речь, как правильно стоять. У меня вечно что-то где-то трясется. Я несу какую-то вред. Всего 10 минут, да? Всего 10 минут, и я стала идеальным оратором. Мы тогда не поставим кофе. Да, Каня, что ты вообще здесь делаешь? Ну что, прощения, она, честно, она минуту назад стояла здесь, стеснялась, вот так вот мялась. Ну что я вышла? Актриса. Актриса. Получается, сценарий удействовала? Получается, сценарий. И уляла таланты, скрывала просто. Получается, Петю тоже придуривалась. Так, ладно, мы продолжаем. И у нас вот есть интересная такая девушка Маша. Всем здравствуйте. У нас вот очень интересный такой момент, как можно использовать английский язык для публичных выступлений. Потому что мы находимся в центре английского языка EasySpeak. И, может быть, вы тоже что-то для себя полезного узнаете. И даже начнете это применять уже сразу после выступления Маши. Поехали. Так, давайте, да, я возьму только свой небольшой конспект. Вы подобного, мне кажется, вообще ни у кого не найдете. Вообще ни у кого. Наверное, бест контент, так сказать. Это этот, лайф-уроки английского. Так, ну что, дамы, давайте, во-первых, с вами еще раз познакомимся. Вернее, до этого вы еще не знакомились. Познакомимся. Меня зовут Мария. Я в ближайшее время проведу с вами... Английский? Английский! Будет весело. Возвращайся. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Меня зовут Алиса. Алиса, очень приятно. Лиза. Очень приятно. Анастасия очень приятная. Лиза тоже очень приятная. Было очень круто, кстати, послушать. Мне очень понравилось. Реально очень полезные вещи. Хоть я и тоже достаточно часто бывает, что выступаю, все равно было очень приятно. Итак, ну, встреча наша сегодня посвящена английскому языку. И сейчас, на данный момент, что? Очень часто мы слышим, что нужно учить английский. Надо заниматься саморазвитием, надо его учить, надо куда-то ходить, записываться на какие-то курсы. Давайте вообще разберем для себя, каждый. А нам вообще это нужно, если... Нет, ну... Если нужно, то для чего. Нет, действительно, некоторые люди как думают? Ой, зачем мне этот английский? Он где-то там, и я прекрасно тебя понимаю. Мои английские зветы и огорчения. Нет, на самом деле, нужен. Даже вот элементарно поехать в другую страну. Ну, элементарно ты зайдешь... Ну, не знаю, я вот приезжаю, я не знаю... Видишь айфон. Вот так камеру открываешь, он тебе все переводит. Да нет, ну элементарно. Я не знаю, ты хочешь спросить что-то у прохожего, да, который не русскоговорящий. Я не знаю, в туалет ты хочешь сильно, ну, объяснить, ты должен в туалет, конечно. Ай-гол туалет. Ай-гол туалет. А я можно, скажу, свой флаг несу? Для чего вообще нужен язык тем, кто, может быть, не собирается, ну, там, часто ездить за границу и говорить, вот как у Настя, да? Ай-гол туалет. Изучение английского языка, вообще любого иностранного языка, но английский, как самый распространенный, это великолепный способ повысить уверенность своей речи на своем языке. Потому что, представляете, если вы можете на иностранном языке до кого-то донести что-то, то после этого на русском языке вы будете... Я только матерная знаю на русском языке. Да и в наше время, мне кажется, что много же слов на английском. Ну, в принципе, каждый человек же на разных уровнях и в разных степенях сложности с английским сталкивается. Ну, прежде всего, да, у кого-то, может быть, сосед иностранец, да, мы живем в Москве, здесь помимо нас живет очень много иностранцев. У кого-то, может быть, младшие братья и сестры, может быть, дети просят помочь с английским. У кого-то, может быть, бизнес, кто-то, может быть, следит за какими-то иностранными звездами, читает их посты, например, в оригинале, да, и то есть вот тот уровень, на котором мы с английским сталкиваемся, и что самое главное, может быть, захотим столкнуться в будущем, да, то есть пока мы, например, сидим, и нас устраивает вот, ну, худо-бедно как-то общаться, немножко излагать свои мысли, и нам большего не надо. Но если мы хотим чего-то больше, в английский нам, ну, разумеется, нужен, да, может быть, вы захотите учиться не где-то в России, а где-то, например, за рубежом, но почему нет? Почему бы нам не поставить себе какую-то крутую, действительно грандиозную цель и идти к ней, да, английский нам в этом поможет. Работа за рубежом. Либо, например, сейчас очень популярна такая идея, это как работать удаленно за компьютером, вести свой блог, например, да, но жить при этом на море, в теплой стране и прекрасно там себя чувствовать. Были у вас когда-нибудь такие, вот у меня есть такая идея, мне бы очень, конечно, такого хотелось. И на этом этапе, если с русским плюс-минус все будет в порядке, да, мы на нем работаем тихонечко за компьютером, то вот этот вот момент обеспечения своего проживания, да, вы как раз вот то, о чем ты говорила, объяснить свои какие-то базовые потребности нужно будет на английском языке. То есть вам нужно будет заказать еду в ресторане, вам нужно будет сходить, допустим, в магазин, в супермаркет, вам нужно будет арендовать жилье, арендовать машину. И самое главное, вы для чего в другую страну приехали? Чтобы наслаждаться жизнью, заводить новых друзей. Ключевое, что общаться, вот тоже, как Елена сказала, тоже еще хочу на этом сделать акцент. Ключевое здесь это уверенное общение на английском. Вот только представьте, если вы вот как вы сейчас на русском общались, точно так же сможете на английском общаться, точно так же круто. Доносить свою идею до человека. У вас вот это клевое намерение, вот это умение расставлять свои якорные точки, но еще и на английском. И с любой спонтанной ситуацией на английском языке вы сможете справиться очень легко. То есть, что нас здесь чаще всего пугает? Нас это даже и на русском иногда пугает, это нормально, что мы боимся ситуации спонтанного какого-то общения. Да даже на русском такое бывает, да? Человек к нам обратился, а мы раз и не хотим с ним общаться. Зажимаемся, тушуемся. У любого, я думаю, человека это бывает, насколько бы профессионален он не был, а на английском, тем более, то есть, мало того, что я стесняюсь общаться, человек уже что-то на английском от меня хочет, да? И вот как раз вот эта уверенность, она нам дает очень огромное преимущество в жизни, да? То есть, насколько проще вообще в жизни жить, да, жизни, эту жизнь жить, если мы гораздо увереннее в себе идем по жизни. И общаемся и на английском, и на русском. Согласны со мной? Да. Спасибо. Кровно не согласиться. Кровно не согласиться. Ну и немножечко, в принципе, поговорим об английском. Кто учил английский в школе? У меня был смешный, немецкий с английским, и так как я изучала немецкий, у меня английский шел так же, как немецкий. То есть, немецкий, как видишь, так и читаешь. Согласна. Ты немецкий изучала? У меня с углубленным языком в школу. Причем еще углубленный немецкого? Углубленный немецкого? Круто. Ну, я помню только, как в туалет отпроситься. И шуты гендыбиды, дартман хиро. Угу. Угу. Что ты сейчас сказала? Что это происходит? Просто мне преподаватель говорит, пока не отпрощишься по-немецки. А я ходила в столовую кушать, гуляла. Она это поняла. Она говорит, по-немецки пока не отпрощишься, я тебе в туалет не отпущу. Но преподаватель нашел подход максимальный. Я выучила. Не, а так мне дай текст, я прочитаю свободно немецкий. Ну, в принципе, конечно, в этом плане немецкий полегче. Там, как вижу, так читаю. Вот у меня, например, искренне с немецким не сложились отношения. Я на него реагирую как Настя на английский. Абсолютно поэтому я прекрасно ее понимаю. Ну, и немножечко об английском. Вот все вроде бы его учили. А на каком вы уровне сейчас находитесь? Zero. Past simple, past continuous. Впрочем, уже и немало. Я английский очень люблю. Ну, ты хоть это знаешь. А я Zero на Coca-Cola прочитала, значит, ноль. Можешь сказать? Май-наме, знай. С намерением, пожалуйста. Кого? Мастя. Май-наме, май-наме, ма-наме. Из Мастя. Май-наме из Настя. Ухаби, я-наме. Ай-наме из Настя. Май-наме из Настя. Настя, а она сто. А им прям пацанки и пятница. Давайте немножко вообще поговорим, как так получилось. Вот вроде бы мы все на уроки ходили. Мы тратили свое время. Мы как-то худо-бедно все равно этим занимались. Конечно, мы далеко не каждый раз там шли на английский вот с этим осознанием. Я сейчас как приду, я сейчас как весь английский выучу. Конечно, такого не было. Мы шли на урок и там что-то делали, что нам говорили делать. Ну, например, да, грустно глядим в окно, да, когда же это все закончится. И тем не менее, как правило, на каком уровне мы остаемся? Не на высоком. То есть чаще всего мы знаем какой-то запас слов, ну, может быть, какое-то правило мы можем рассказать, как что-то строится. И самое главное, мы знаем набор каких-то фраз, которые мы очень хорошо в свое время отпрактиковали. Как, например, отпроситься при местке в туалет. Потому что очень много практиковали эту фразу, да. Как сказать my name из Настя, например, и так далее. What is your name? Какие-то очень простые слова, но они на сухую, мы их очень много раз проговорили. И, ну, часто люди что начинают делать? Они начинают ковыряться в себе, вот это вот, тянуть вот это внимание, о чем мы говорили, тянуть внимание на себя. Я какой-то не такой. Наверное, у меня нет способности к языкам. Либо у меня вообще ни к чему нет способности. Английский это не для меня, я по математике. Можно я вообще, пожалуйста, пойду, вы тут без меня поучите, я потом приду. Проблема на самом деле не в вас. Проблема в том, что нам теорию выдали, как-то мы с ней справились или не справились, а практики вот этой достаточного количества не было. Поэтому, в принципе, то, что мы как раз делаем в нашей школе, мы занимаемся практикой. И причем мы не просто практикуем вот это общение, мы учимся как раз вот добавляем, ну, не так глобально, конечно, то, о чем говорила Елена, но тем не менее мы добавляем вот эти моменты, что добавьте эмоции в свою речь, добавьте уверенности, добавьте желание донести свою фразу до собеседника. И поэтому, когда мы работаем на занятиях вот как раз над практикой общения на английском языке, получается, что потом человек так отпрактиковывает то, что он изучает, что у него нет проблем с использованием этой теории в жизни. Да, но я еще хочу сказать, что вот эта методика, она чем хороша, я ее прекрасно знаю, что как раз не грузят грамматикой. То есть выбивает именно то, что это все равно, что у двухлетнего ребенка грузили грамматикой. То есть дети как язык изучают? Слова, какие-то простые конструкции вставляют, и я знаю, что даже такое упражнение есть, если ты знаешь там три слова, например, able, able, table, там все, два слова, able, table, то уже ты вставляешь в русскую речь, это уже хороший способ практиковать, например, я взял able и положил его на table, я пригласила на базу работы. Я его положил на лицо, на table, на астрол, на лицо, на лицо. Я знаю, я знаю, I am face on table, это отлично. Да, действительно, совершенно верно, в основе изучения, вот в основе нашей технологии лежит то, что мы здесь обучаем языку так же, как мы учили свой родной язык. Как это получилось? Мы просто много слушали, и в какой-то момент мы начали говорить, мы копировали то, что говорят взрослые люди и так далее, то есть мы это практиковали, 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 не было такого, что, допустим, мама подошла к вам, сказала, окей, Настя, тебе уже два года, давай-ка и разберем прошедшее время. Конечно, такого нет. Было такое, что так получалось естественно, то есть вы, не зная ни одного правила, до того, как вы пошли в первый класс, уже достаточно, ну, плюс-минус, да, хорошо, грамотно общались, да. И, соответственно, в чем еще интерес и простота изучения английского языка? Вообще, в чем ключевое отличие? В русском языке мы как можем строить предложения? Мы их можем выворачивать, это нам дает преимущество. Мы можем сказать, на стене висит картина, можем сказать, картина висит на стене. И то, и то окей, да, ни то, ни то не будет ошибкой. В английском так, к счастью, делать нельзя, потому что каждое английское предложение имеет очень четкий порядок слов, мы там ничего не можем поменять. О, да, это сразу дает нам структуру языковую. Да, конечно, это сразу дает нам какой-то тип предложения, как его назвать, типовая конструкция, вот так, которым можно как раз просто менять слова. Ну, для примера, кто-нибудь знает, как сказать, у меня есть кошка? I have a cat. I am a cat. I have a cat. А как сказать, у меня есть кошка? I have a cat. Нет, this is, это это. Кто-то правильно сказал. I have a cat. Умница. Англичане, тут немецкие собрались. Немецкие англичане. Хорошо, можно сказать, I have a cat. Получилось, что у меня есть кошка. Как сказать, у меня есть собака? I have a dog. Совершенно верно. Что-то канал среди нас. Как сказать, у меня есть, ну, допустим, ручка? I have a ruch. A pen. Ну, pen, пенси, вот что-то такое там. Да, совершенно верно. I have a pen. Ну, и что здесь можно заметить, да, что все время будет I have a, и какое-то слово будет меняться. И вот сюда мы можем до бесконечности подставлять, подставлять слова. Но всегда, когда мы хотим построить вот такое предложение, мы всегда будем говорить I have, и только потом, что мы хотим вот сюда вставить. Понятная идея? Да, то есть нам достаточно разобрать одну конструкцию и начать ее уверенно пользоваться, чтобы предложения такого типа получались у вас очень легко. И в чем самая фишка вообще, самая потрясающая новость? Что вот таких типовых конструкций в английском языке буквально, ну, не больше ста. То есть если вы примерно сто таких конструкций разберете и классно отработаете, то с выражением ваших мыслей у вас вообще никаких проблем не будет. Я хоть немножко обрадуюсь. Да. Да. Дайте нам конструкцию. Словарный запас нужен. Дайте нам конструкцию. Да, дайте нам конструкцию. Ну и давайте разберем такую конструкцию. Так, будем записывать? Да. Да, давайте тогда возьмите, пожалуйста, ваши планшетки. Ручки есть, да? Так, дайте мне, пожалуйста, мой карандаш с планшетом. А еще и писать? I have a money. Да. Это у нас получилось, которое ты сейчас получишь, через три секунды, и ты за всю жизнь используешь. Совершенно верно. И потом мы будем ее использовать. Так, а мы сейчас еще раз... Это что сейчас будет? Это что сейчас будет? Смотрите. Сначала мы разберем несколько слов, несколько выражений, которые нам понадобятся потом для конструкции. Сначала разберем слова, а потом конструкция, в которой они нам понадобятся. Окей? Окей. Нет возражений. No. Итак, поехали. Значит, первая запись. Давайте сначала запишите, потом я все это объясню. Что там написано? Let in English. Так, все ли я понятно? Learn. Learn. Learn English. Совершенно верно. Начинаете? Да. Обязательно. Я как будто чувствую себя, как в школе. Клинусь. Прикольно. А почему детей закрала в школу? Только сейчас становится интересно. Тебе одной из наших школ? Спасибо. Нет, я бы реально... Спик. 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 Изог trouser. Спик. Инг... Лесс. Так. Я прошу прощения. Я ваш план... Что-то летно. Я у нас в peacock. Надеюсь, она сейчас не смотрит. И нам англичанка разрешала ловить на строки играть. Я не хотела major. Спик. Позоримся на всю страну, ну ладно. Я объясню сначала, пожалуйста, не запишите. Хаве. Хаве. Хаве Нагила. Море. Фовец. Блин, ну и мы бараны, конечно. Лот оф Аббс. Сел. Ой, я знаю, что такое тревел, это шоу. Они путешествия? Путешествия. Шоу, это мы, ходячая часть. Так, Сел. Блин, быстро так писать. Ра, вел, шоу. Я пишу самое ключевое. Сыны, видите, моя. Сегодня я должна научиться отторжаться по музыке. Чанге май лайф. Чанж. Смысл моей жизни. Чанге май лифа. Майк нью фрэнс. Макк. Макк. Ну, майк юфа. Ри-ин. Ну, почти. Хелп май фрэнс. Я его не учу, я смотрю, не говорила. Он там игре переводит сам. Хелп май фэммэрэ. Хелп май. Вот, это же самый бесячий одноклассник, который называется вслух, блин. Можешь тебе в голове писать, блин. Е-армой, маня. Е-армой, маня. Кошмар. Не невозможно учиться. По-хвоему танцору Алиса, знаешь, что мешает? Одноклассники. Он самый лучший танцор. Мне здесь страют с трех словом, а не... Да кому шо мне нравится? Морэ. Би кон-фи-ден. Дёб. Кон-фи-дэн. Кон-фи-дэн. Би кон-фи-дэн. Надо было написать, раздражаете. Ди кон-фи-дэн. Извините меня. Одна тут хэвэ, блин. Кон-фи-дэн. Э-э-э-э-э-э. Ты им поплючит. Дэ-э. На. На. Так, ну что, все справились? Они меня отвлекают. Сейчас я напишу. Чё-то еще. Чёрт, доставка не... Давай уже, заказать что-то успела. Да, у меня баба, а то футболка должна была прийти на рекламу. Так, что, давайте. Итак, смотрите. Нам понадобятся сегодня вот эти выражения и вот эти выражения. Давайте их разберем. В них нет ничего сложного. Я по-английски сначала, и вы по-английски. Первое. Learn English. Learn English. Так, как же мы это переведем? Читаем, учите. Да, это выучить английский, учить английский. Следующий. Speak English. Speak English. Переведем? Говорить английский. Говорить на английском языке. Ну и, собственно, потом я помогу вам это все объединить в конструкцию, в которой мы посмотрим, что она может дать, если мы будем знать английский, если мы его выучим, да, если мы будем говорить на английском. Ну и первое. Sell a lot of ads. Sell a lot of ads. Что-то с яйцом связано. Нет, здесь вообще ничего про яйца. Экс это же яйцо. Экс. Экс. Продавать много рекламы. Экс это реклама. Продавать много рекламы. Ваш английский это сплошной обман. Экс это яйца. Экс. 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 Фоллоуэрс. 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 Итак, что такое half my followers? Иметь много подписчиков. Да, иметь, смотрите, больше подписчиков. Ча англичанка. Ну, а вам бы вообще хотелось, чтобы вот у вас были подписчики еще и за рубежом. Конечно, да. То есть, смотрите, вы ведете влог на английском языке и ваших подписчиков становится больше. Стало больше подписчиков, стали продавать больше рекламу, да? Следующий. Травел а лот. Травел а лот. Что же это такое? Путешествовать много. Много путешествовать. Change my life. Change my life. Change my life это изменить мою жизнь. Я себе могу больше чуть-чуть. Мою жизнь. Мы все учимся, это нормально. Мы все учимся, это нормально. Следующее. Make new friends. Make new friends. Что такое make new friends? Макдонс. Ну, нет, новые друзья. Да, новые друзья. Заводить новых друзей. Заводить новых друзей. Следующее. Help my family. Help my family. Помогать моей семье. Помогать моей семье. Опять-таки все идет по цепочке. Больше подписчиков, больше рекламы. Могу помочь своей семье. Следующее. Earn more money. Earn more money. Earn. Earn more money. Earn more money. Earn more money. Я бы говорила earn. Зарабатывать больше денег. Вот это мне больше всего нравится. Зарабатывать больше денег. Это мне больше всего нравится. Я же говорила, здесь нет ничего лишнего. И следующее. Ну, последнее, конечно, в списке, но не последнее по значению. Для нас это be confident. Be confident. Be confident. Be confident. 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 Все очень хорошо, только вот здесь еще звук. Confident. Confident. Спасибо. Be confident. Be confident. Почти. Confident. Confident. Да. Confident. Хорошо. Отлично. Я победила английский. Хорошо. Давайте еще разочек с произношением и потом дам конструкцию, куда мы сможем это подставить. Окей? Да. Рубите от меня. Пожалуйста, повторите за мной. Learn English. Learn English. Learn English. Learn English. Speak English. Speak English. Speak English. Sell a lot of ads. Have my followers. Help my followers. Хорошо. Travel a lot. Travel a lot. Travel a lot. Change my life. change my life make new friends help my family earn more money be confident be confident be confident be confident earn more money earn more money help my family help my family make new friends make new friends change my life change my life travel a lot travel travel have more followers 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 sell a lot of ads sell a lot of ads переводится что-то что-то там очень важное про яйца говорила что-то продавать много рекламы продавать много рекламы ну что и теперь давайте себе поставим новые цели при помощи конструкции скажем так запишите пожалуйста выглядеть она будет следующим образом так 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 что-то здесь у нас пропуск куда мы будем подставлять в принципе слова из этих двух столбиков вилла вилла это будущее по-моему нет что вилла это что-то с будущим сразу нет аплодисменты молодец действительно вся эта конструкция относится к будущему то есть я сначала запишу сюда в пропуск сразу пример чтобы вам было понятно и на примере объясню например speak english возьму speak english а if что такое сейчас я объясню ну и например возьму travel a lot travel a lot а теперь давайте разбираться прежде всего if i if это если если я буду говорить на английском я буду много путешествовать вы сюда можете подставить абсолютно любое дальше выражение например if i speak english если я буду говорить на английском i will change my life как переведем change my life я изменю свою жизнь да если я буду говорить на английском я изменю свою жизнь вот это словечко will подсказывает нам что это будет в будущем то есть если я буду говорить на английском я изменю свою жизнь дальше например if i speak english i will sell a lot of ads если я выучу английский я буду продавать много рекламы понятно да то есть еще раз сюда вы можете подставить допустим speak english можете подставить learn english то есть в чем разница если я буду говорить на английском либо если я выучу английский соответственно я сделаю любую из этих опций ну и конечно на этом список не заканчивается вы можете выбрать на самом деле абсолютно любое действие которое вам знание английского языка позволит сделать может быть что-то чего в этом списке нет и соответственно всегда когда вы захотите вот такое условие озвучить да вы можете просто воспользоваться вот этой конструкцией ну что давайте теперь сделаем вот что сначала каждый чтобы я убедилась что вы поняли построите пожалуйста такое предложение и скажите его по очереди да кто первый давай так если я научу английский я буду помогать мою семью я буду помогать мою семью отлично хорошо если я говорю английский отлично я буду сделать новые друзья новые друзья отлично Настя ладно я не буду тебя так позволить это вот так сделаю если я говорю английский хорошо? не хорошо для детей я буду продать много ads молодец круто хорошо ну вот смотрите на самом деле то что мы составили по предложению этого недостаточно если вы просто построите такое предложение этого не будет достаточно то есть мы же как этим общаться круто уверенно с интересом поэтому когда вы общаетесь важно такое понятие как беглость вот на русском языке мы общаемся бегло давайте прям чуть-чуть поговорим как вы понимаете что такое беглая речь? то есть ты не задумываешься просто несешь всякую речь нет свободно нет не быстро свободно свободно говорить не задумываться вас не буду спрашивать наверное знаете правильный ответ хорошо смотрите понятие беглость это конечно же никак можно быстрее то есть вы всегда общаетесь с тем темпом который свойственен вам если я допустим достаточно быстро по-русски говорю чаще всего я быстро и по-английски говорю ну я не могу никак на это повлиять это моя особенность общения поэтому беглость это речь как у носителя что такое речь как у носителя она ее можно характеризовать тремя основными пунктами первое это плавно что такое плавно это когда все слова соединяются друг с другом то есть когда мы не говорим да я вожу машину мы как скажем я вожу машину быстро медленно неважно но мы соединили все слова то же самое и здесь то есть вы не говорите if i speak english а вы скажите if i speak english то есть вы соединили все слова вместе и причем когда вы работаете над этим пунктом не обязательно сразу пытаться сказать быстро сначала медленно и по мере того как у вас получается соединять слова вместе у вас лучше лучше получается проговорить как у носителя следующий момент когда получать и сказать плавно обязательно programs в речь нужно добавить чего уверенности уверенности то есть сказать уверенно вы уже уверены в том о чем вы говорите то есть вы действительно смотритеrotend будете говорить на английском вы действительно будете путешествовать вы сами это верите и соответственно вы доносите эту идею до других И следующий момент, вы добавляете какие-то эмоции, эмоции, добавляете какие-то эмоции, то есть у вас, ваша речь, она не такая монотонная, да, как вы на русском общаетесь, вы же, ну, друг с другом общаетесь, вы смеетесь, улыбаетесь, да, как-то реагируете друг на друга, то же самое и здесь. Следующий такой момент, что, ну, еще важно, наверное, мы больше сюда подставим, что у вас не должно быть никаких пауз в речи, точно так же, как и в русском, ну, кроме естественных, да, разумеется, то есть, опять-таки, нет такого, что вы говорите уверенно, эмоционально, но с какими-то паузами, да, то есть все у нас вот так вот идет постепенно. Так, ну что, и теперь наша задача, переходим к практике, да, то есть мы разобрали слова, разобрали конструкцию, разобрали, что должно в нее входить, вот теперь попробуем немножечко попрактиковаться. Сейчас разобьемся на пары, Ильяна, вы сможете нам помочь? Отлично, то есть кто будет селенный в паре, кто-то не селенный. И вам нужно будет составить... Ломайте меня полностью. Несколько предложений. Ребят, смотрите, что считать хорошо отработанной конструкцией. Когда у вас получается сказать плавно и без пауз, уверенно, и добавить какую-то эмоцию, чтобы у вас была естественная речь, я буду рядом и обязательно помогу. То есть какую-то одну берем и ее... Да, возьмите какую-то одну и ее хорошо отработайте. Договорились? Да. Хорошо, по очереди. Это вот то, что мы до этого говорили? Да, выбирайте только что-то свое. И смотрите, еще такой важный момент. Что свое? Кого свое? Почему до этого говорили? Настя, еще раз. Выбирайте какую-то свою. То есть у меня, например, travel a lot, вы можете выбрать что-то свое отсюда. Да, ребята, еще такой момент. Скорее всего, ни у кого не получится сказать с первого раза и плавно, и без паузы, уверенно, и с эмоцией выдать. То есть просите друг друга повторить, пока действительно это не будет звучать так же круто, вот как мы сейчас до этого отрабатывали с Еленой. Хорошо? Поехали. Я буду сейчас по-немецки по-любому. Давайте. Одну фразу можно или? Да, какую-то одну. Понятно или можно? Да, 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 конечно. Если я говорю инглиш, я буду... Я говорю инглиш. Я говорю инглиш. Я говорю инглиш. Шов мне кукумбер. Я люблю хачапура по-аджарски. Я буду сэлл а лот оф эс. Отлично. Еще раз. Эту же. Если я говорю инглиш, я буду сэлл а лот оф эс. Если я говорю инглиш, я буду сэлл а лот оф эс. Если я говорю инглиш, я буду сэлл а лот оф эс. Если я говорю инглиш, я буду сэлл а лот оф эс. Если я говорю инглиш, я буду сэлл а лот оф эс. Если я говорю инглиш, я буду сэлл а лот оф эс. Очень хорошо. Что вы слышите? Были паузы? Ну, в целом, нет. Можно, конечно, доводить что-то совершенно. Попробуйте еще немного и попробуйте еще смотреть на вашего напарника. То есть в данный момент что происходит? Все шикарно получается, но ты говоришь планшетку. Попробуй сказать ей. Если я говорю инглиш, я буду сэлл а лот оф эс. Умница. 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 Немка. Так. Что ты еще сказала? Дочь я. Так. Послушай напарника. Если я говорю инглиш, я буду сэлл а лот оф эс. Ну, очень круто. Я послушала еще раз. Вы можете посмотреть как круто это было. Скажи еще раз нам, пожалуйста. Да-да-да. Если я говорю английский, я буду помогать мою семью. А теперь скажи в эфир. Вон туда, ребятам. Если я говорю английский, я буду помогать мою семью. Очень хорошо. Так, Настя, скажешь нам все предложения? Короче. Если я говорю английский, я буду селить много яйца. Только сел, да? Да, сел. Теперь я слышу яйца. Если я говорю английский, я буду селить много яйца. Да, отлично. Супер. Очень хорошо. И эмоции, и старалась сказать без пауз, изучала очень нам естественно. Так, ну что, получилось сказать у вас? Да. Окей, почувствовали хоть немного, больше уверен в себя. Да. Смотрите, перед этой конструкцией, if I, I will, позабудьте... Почему я ни разу не слышала if I? Вот я занималась английским, да, долго занималась. Я так и не слышала ни разу вот if I. Только обычные какие-то местоимения, что I, you, they, утверждения, да. И, ну, did, does, вот это, когда вилла, да, там, на начало, короче, да. Вот, вот такую фигню. Ну, а вот if, я не слышала такое построение, предложение. Ну, здорово, что, здорово, что что-то новое, да, у нас... У нас, чем хорошо? У нас есть вот эта система. То есть вы идете от простого к сложному, да, разобрались в do, перешли к das. Разобрались в das, перешли к did. Ну, то есть, конечно, есть система времен и так далее. Это тоже одна из конструкций, да, чем она хороша? Это сегодня мы говорим об английском, об уверенности. Что нам это может дать? Это просто в рамках нашей с вами темы, нашей с вами на сегодняшнее занятие реальности. Вы сюда можете подставить все, что угодно, да, например, если я буду много зарабатывать, я перееду жить к морю. Я уеду уже в Лондон. И, ну, например, в Лондон и так далее. Вы же можете подставлять сюда все, что угодно. И вот как раз теперь для вас, поскольку эти конструкции более реальные стали, еще раз проговорю, такие конструкции в английском, ну, порядка 100, не более. То есть, если с каждым у вас будет вот такой порядок понимания, умения произносить, вы будете знать, что подставлять. Что самое главное, вы на практике хорошо вот это проработали. То есть, ну, конечно, скажем так, демо-тренировочка была. То есть, если мы повторим каждую конструкцию, ну, раз, 7, 8, представьте, вы еще лучше это отработаете, будете еще более уверены. То, в принципе, нужно сказать, что весь английский у вас в кармане, да. И для того, чтобы, например, достаточно уверенно общаться на английском языке и покрывать свои какие-то базовые потребности чуть больше, не нужно знать, ну, очень много. Достаточно разобрать все вот эти конструкции, ну, и порядка 3 тысяч слов знать. Что, в принципе, вам более чем будет достаточно, как я уже сказала. Так, ну, наверное, это все, что я хотела себе рассказать. Уступаем на сверенье. Все, давайте вы сейчас сделаете то, что такое публичное выступление, как обратную связь, как вам зашло, и какие у вас мысли, эмоции, идеи вызвало это упражнение. А, Маша, спасибо, дайте аплодисменты, Маша. Маша, аплодисменты. Так, давай. Так, я что мне сделала? Ну да, вот какие, что ты хочешь сказать по поводу, ну, не сегодняшний день, а по поводу вот этого упражнения по английскому языку. Как это связано с уверенностью и с отработкой навыков вообще коммуникации? Вообще английский язык очень странный, потому что там очень такие, мне кажется, слова и буквы, то есть нет жесткости, как в немецком, а там как будто с вареной картошкой горячей во рту разговариваешь. И, честно, я ненавижу английский, потому что мне отбили желанием заниматься еще в детстве, я профессионально долго занималась сепетитором. Вот я только знаю, что там вилл, шелл, что это такое, но как это применять, я не знаю. Словарный запас вроде тоже нормальный. Это о плохом, а теперь о хорошем. О хорошем то, что сейчас, ну, вот этого я не знаю, допустим, да, вообще. И мне интересно сейчас, какие новые методики есть. Потому что то, что я изучала, да, 10 лет назад, то, что мне не понравилось, и где я поставила табу, может быть, все-таки дать себе шанс и попробовать еще раз, но только уже время прошло, методики новые появились, разные школы. Я думаю, те люди, у которых уже отбило, да, там, желание заниматься по одной программе, можно попробовать и другую. Вот я сейчас над этим задумалась. Супер, супер. Ну, давай тогда сразу, что ты получила вот за тренинг? Ох, так, тренинг, блин, очень-очень много. Ну, просто такие, вот знаешь, что, ну, в остатке, вот что вот такие ключевые какие-то моменты для тебя важные были, что зацепило. Ну, поскольку мы каждый, да, разбирал, как бы, друг друга все для себя лично, я узнала то, что мне все-таки все равно нужно учиться принимать по-хвалу, работать с уверенностью и самоуверенностью. Ну, ты уже это сделала, просто это нужно укреплять. Это нужно еще дорабатывать, дорабатывать. И как я шла на тренинг, да, я думала, что у меня так все хорошо, я вроде бы знаю, после тренинга я понимаю, что у меня есть еще над чем поработать. А что уже получилось на тренинге, вот так расскажи? Какие достижения были? Прогресс. Понимаете, в общем, когда ты разговариваешь с камерой, это одно, когда ты разговариваешь с аудиторией лично, да, на фан-встречи, у нас с вами еще по-любому будут фан-встречи. Донесения вообще сейчас шикарные просто. Что? Донесения шикарные, говорю. Вот у нас, для чего вообще я это сейчас сделала? У нас с вами будут фан-встречи. И одно дело вот так вот общаться, да, с эфиром, где я просто разговариваю, ну, да, смотрю на кружочек в камеру, а другое дело, когда я выйду к вам и бах, и могу как-то растеряться, и вы не получите кайф и будете смотреть на меня, вроде бы я видела одну картинку, а по факту другая картинка, да, и я растеряюсь, мне будет неприятно, я не захочу проводить дальше фан-встречи, потому что я уже раз облажаюсь. Так вот, я готовлюсь к нашим фан-встречам, ребят, чтобы я смогла вам донести какие-то полезные моменты. После этого тренинга у меня все уложится в голове, и если у вас будут какие-то вопросы, задавайте мне их на стриме, можете, не знаю, в телеге, если я смогу, да, там, расчистить аргументы, я на них с удовольствием отвечу. Я учусь, если вам интересно, а я думаю, вам интересно, я знаю, что вам интересно. Вы... Супер, у меня прям мурашки по спине, такое прям в душу зафигачиваешь, спасибо. У-у-у, аплодисменты, спасибо, спасибо. Так. Так, скажу сейчас, буду английский, потому что в школе, почему мне не хотелось изучать в школе английский, потому что так как его доносили, желания не было. То есть сейчас, может быть, я постарше стала, я не знаю, но сейчас с вашей подачи, с легкой, вас хотелось слушать и реально захотелось изучать. Я просто, у меня было, ну, как желание изучать, но я так думаю, блин, он сложный, и я как-то отдалялась постоянно. А сейчас вы вышли, объяснили, что, в принципе, все очень даже-то и не сложно и легко. Ну, честно, мне захотелось изучать. Ой, спасибо. Спасибо вам огромное. По поводу ораторского мероприятия, Елена, спасибо вам тоже огромное. У меня был конкретный запрос, у меня была недавно фан-встреча в Питере, я вышла на сцену к своей... Елена, спасибо вам тоже огромное. Не фанатом, а, я не знаю, к своим... Ну, фанатом. Тех, ну, к людям, которые за мной смотрят, которые за мной наблюдают. Я вышла, и у меня не было какого-то плана, я даже не расписала, что я хочу донести, может быть, быть каким-то примером для вас хотела. Я вышла, какую-то ерунду сказала, и понимаю, что следующая фан-встреча, которая будет, я уже выйду четко с пониманием то, что я хочу вам сказать, потому что одно дело выходить и просто окривляться, а другое дело выйти и, может быть, что-то полезное вам рассказать, а то, что вам пригодится в жизни. Поэтому готовлюсь, и в следующий раз обещаю, от меня будет полезная информация. Супер! Браво! Спасинка! Ну, Настя, мочи! Короче, в общем, так. Английский мне бы хотелось, конечно, дальше поизучать. Это для меня было, как и раньше тяжело, как и сейчас для меня. Это действительно очень тяжелый язык, потому что в школе я вообще не любила и ненавидела его изучать, потому что для меня было как-то сложно, неинтересно, не весело, там, миллиард буковок, миллионы, триллионы предложений, одно и то же слово, у тебя 10 слов по-разному стоится приложение, ты такая, зачем? Я живу в России, в России не умирай умирать. Ну, нет, у меня есть планы посетить за границу, увидеть красивые места, а для этого, я думаю, мне даже не будет сильно обязателен, но пригодится и понадобится этот язык, чтобы не личность переводчика, а сама такая послушала, сама от себя кайфанула, себя вот, видела, да, я смогла. Как раз и вывезли. Типа, ну, это классный опыт, спасибо большое. Спасибо. И по поводу ораторского мастерства, я бы хотела огромное спасибо, Елена, вам, что вы дали мне, наверное, чтобы я вот не стояла. Всего-то, пришла, опоздала, за 15 минут, пятилетку совершила. И чтобы у меня не было мандража, я не боялась говорить людям, говорить то, что я хочу до них донести и сказать это грамотно, правильно, стоя даже какими-то движениями, жестами, не в раскорячку, не через абыкат, а то, что идет от души, поставить грамотно, сказать красиво, донести до каждого, уловить каждого, и чтобы вы это все услышали. Я хочу пользоваться этим далее, и если у нас будет какая-нибудь сходка, я смогу с этим навыком с вами идеально пообщаться. Вы услышите меня, я услышу вас, мы получим друг друга мощную энергию, мощную отдачу, это будет классно. Спасибо вам большое. Вот все подумают, что ты, наверное, несколько дней или недель занималась. Вообще, во сколько? Час, час вообще, такие изменения. Все же, как способная, да? Ну, браво, аплодисменты. Спасибо. А можно еще один момент? Да, мы не заканчиваем. На, сейчас. Ребятки, вот Настя сейчас смотрят... Настя сейчас смотрят сколько? Там, до тысячи человек буквально. Изначально смотрела там больше двух. Если вы досмотрели до этого момента, то вы уже не такие, как большинство людей, понимаете? То есть они посмотрели какое-то... Ну, что-то сложно, что-то нудно, какой-то английский. Это тяжело. Пойду дальше просто чекать, не знаю, ТикТок. Это легче, это интереснее, это не так долго. И, ну, все знают, что аудитория пацанок, это в основном, ну, как... Нет, не то чтобы дети, это подростки. И вот если вы сейчас смотрите и думаете, да ладно, у меня все впереди, начинайте заниматься уже сейчас. Начинайте сейчас заниматься саморазвитием. Потому что когда вам будет 18, да, если вам сейчас 13 условно, вы пожалеете, что вы не начали еще раньше. И будете потом 18 лет вот таким вот, вот как были в 13, да, такими и останетесь. Но у вас сейчас есть возможность, потому что, ну, вот, мы, девчонки, да, мы после проекта, кто-то был, ну, там... Вот у меня, допустим, да, высшее образование. Могу там похвастаться. У кого-то его, допустим, нет. Но, тем не менее, мы сейчас сидим вместе, мы развиваемся одинаково, и мы хотим это сделать не только для нас, но и для вас. Мы вам, вот, то, что можем, мы вам стараемся поднести на личном примере. Поэтому, мои хорошие, начинайте уже сейчас. Вот это мотивационная речь. Я вот прямо мурашки по спине. Ну, браво, ну, просто браво. Ну, это мы такое сделали на всякий случай. Завершение. Хотя, в принципе, я еще готова ответить на вопросы и дать какие-то фишки. Например, вот мы с вами говорили, Настя не слышала о том, как управлять аудиторией, и что делать, если возникают какие-то каверзные ситуации. Ну, там, например, телефон зазвонил, или там, не знаю, была такая история, веду я, значит, лекцию, и вдруг человек заходит, здесь выключатель, он так не замечает его, и так задевает, и выключается свет. И вот в этот момент можно растеряться. Выключился свет, непонятно, что делать. Значит, смотрите, когда есть такое правило публичных выступлений, вот любые ситуации, особенно негативные, которые возникают, их нужно использовать в сюжете своего выступления. То есть братья обыграют, ни в коем случае не извиняться. То есть, как я, например, это обыграла. Я сказала, вот так себя люди чувствуют, когда у них нет цели. Потом в некоторое время свет включился, я сказала, а вот так они себя чувствуют, когда у них есть цель, да? Или была такая ситуация, после одного тренинга, группа была замечательная, такая же вот дерзкая, веселая и так далее. То есть я как-то, не только я отдаю, но и я получаю от аудитории. Я была в восторге от аудитории, решила написать пост в социальных сетях. Ну и пишу там, решила выпендриться как филолог и написала, что я была в таком восторге, что получила и хотела написать летательный эффект. Ну, новое слово изобрела. Такое летательный эффект. Но вы знаете, есть такая опция Т9. То есть компьютер не знает этого слова. И, соответственно, он мне написал, я еще там на ходу писала, написала вместо летательный эффект, летальный, летальный. И мне... А это, знаете, еще было... Это было давно, когда еще обращали внимание на орфографические ошибки. Это прям реально. Типа, что там? Ты типа филолог, а почему такие ошибки? А сейчас уже никто на это не обращает внимания. И мне подруга пишет, Елена, смотри, ты написала 100 такое, значит, исправь. А мне некогда было исправлять. И потом я подумала, а зачем я буду исправлять? Я сейчас возьму и обыграю. И я пишу в комментариях, я говорю, ребята, я тут ошибку сделала, ну, как говорится, по Фрейду. Но вы знаете, если вот так на это посмотреть философски, то можно сказать, что если мы в чем-то некомпетентны, то вместо летательного эффекта можно получить летальный исход. Ну, еще взяла и по умничьему. Да. Как я уже говорила, если отвлекает что-то ваше внимание, например, я не знаю, шум какой-то, вот вы ведете лекцию, какой-то шум за окном, и вы видите, что внимание людей улетело. Никогда не продолжайте говорить, если вы видите, что люди отвлечены. Нужно остановиться и привлечь еще больше внимания к тому, что привлекло их внимание. Ну, что вы можете сказать, например, шум за окном. Как вы можете обыграть? Что вы могли бы сказать? Кто там что интересного видел? Ну, просто подключиться вместе с ними. Нам надо назвать очевидное, сказать, ребята, я понимаю, что шумно, да, но я надеюсь, что все-таки я говорю вам более интересные вещи, чем те, которые происходят за окном, поэтому давайте, верните мне свое внимание, давайте продолжим. С телефонами – это обычная история. Зазвонил телефон, там все на этот телефон. О, опять звонит телефон, а давайте мы их все выключим, или там какая прекрасная мелодия, давайте мы послушаем позже, и так далее. Значит, напоминаю, что когда из аудитории идут какие-то возражения, какие-то, какой-то хейт, да, какой мы используем прием, помните, три шага. Значит, первый шаг, что мы делаем? Подтверждение, не согласиться. Например, он говорит, что за ерунду ты несешь? С чем? Вы же с этим не согласны, вы уверены в том, что вы говорите правильные вещи. Значит, первое – это просто дать подтверждение человеку, что он имеет право на любую точку зрения. Вы говорите, ясно. А, позвольте мне продолжить, потому что я вижу, что большинству людей интересно то, что я говорю. если вы имеете право, даже если это какой-то злостный нарушитель, можно сказать, ну, дорогой товарищ, ну, я же не претендую на истину в последние станции, ну, пойди, найди себе место, где там более интересно. Главное, что это говорит уже без наезда и без перехода на личности. То есть, даете подтверждение, затем вы находите что-то во фразе человека, с чем вы могли бы согласиться, и потом возвращаете внимание в аудиторию. Какие еще приемы можно использовать? К примеру, бывает так, что вы о чем-то рассказывали, а потом ваше воображение унесло вас совершенно в другую степь. То есть, например, тема была, там, я не знаю, как изменить свою жизнь к лучшему, и вы что-то там вспомнили, как вы отдыхали у бабушки на даче, когда вам было 5 лет. Так все так бывает. Да. Вот какая связь между темой изменить жизнь и вы там у бабушки на даче? Ну, типа, как она изменилась? Всегда, всегда можно что угодно, к чему угодно привезти. И здесь такой прием используется, когда вы, как ни в чем не бывало, говорите, друзья, я вот сейчас не случайно вспомнила эту историю про бабушку на даче, потому что с тех пор, с тех пор, прошло уже там столько-то лет, да, за это время произошло огромное количество изменений, но я помню, какой вклад в меня внесла моя замечательная бабушка. Что-нибудь в этом роде. Еще из приемов очень хорошо, когда вы можете посмеяться над собой. Ну, это не должно переходить, знаете, вот в этот день, что здесь стою, что я какой-то не такой, там и так далее. То есть, это не должно быть самообесценивание. Но рассказать какую-то веселую историю, где вы облажались и сделали какой-то вывод из этой истории, это хорошо. И это примерно выглядит так. Это будет такое завершающее у нас сейчас такое веселое упражнение. Как рассказывать такие веселые истории? Прием называется так, а суть в том, то есть вы рассказываете какую-то факапную историю, факап, это значит, облажались историю, которую вы облажались и надо придумать суть. А суть этой истории в том, я расскажу свою историю, чтобы вы поняли, как это работает. Это реально была такая факапная история, мама дорогая. Я, как уже вам говорила, в принципе, никогда не боялась выступать публично, но это касалось просто речи, потому что речь, я могу слова там менять, это не стихотворение, из которого слов не выкинешь, но при этом когда-то раньше я мечтала быть певицей, но выступления, связанные, на гитаре училась играть, но выступления, связанные с заученными какими-то вещами, они всегда вызывали у меня очень много волнения, потому что если ты собьешься, то все пипец. И однажды одна моя знакомая, вот у меня такая история, карандаш упал, отрек внимание, бутылка еще там, да я просто это назвала, сейчас, попей, да, пожалуйста, вот, вот тоже пример, отлично, никто не умер, вернемся, значит, мы вам расскажем, и я как-то забыла про это пение и спела в душе для себя, но однажды моя подруга, оперная певица, профессиональная, услышала, как я ей подпеваю, она говорит, Лена, у тебя вот не плохо получается, давай, вот на нашу общую вечеринку, там собиралось 300 человек, у наших более общих знакомых, давай, я тебя подготовлю, и ты там исполнишь оперету, там, арету и заперетая, карамболина, карамболета есть такая, карамболина, карамболета, такая дурацкая песенка, я говорю, ну ладно, она мне подготовила минусовку, знаете, то есть это когда играет музыка, и я, значит, дома там поупражнялась, она мне показала даже какие-то там движения, и я такая самонадеянная, не порепетировала в зале, а до этого у меня не было опыта репетиций, не попробовала микрофон, я прихожу на эту вечеринку, и в какой-то момент меня просто накрывает таким мандражом еще до выступления, и только одна мысль, чтобы обо мне не вспомнили, но обо мне вспомнили, мало того, еще объявили так, значит, красиво, сказали, а сейчас перед вами выступит девушка о многих достоинствах, которые вы знаете, но вот одно достоинство она сейчас покажет, выхожу я, играет музыка вступления, для дожащей рукой беру микрофон, и у меня одна только мысль, чтобы вступить вовремя, я подношу микрофон к губам, и вместо нормального звука раздается какое-то жалобное мяуканье, и у меня хоромболит, у меня просто отнимает, отнимает правую сторону, вибрирует на эту часть, накрывает вообще темнотой, я не вижу, перестаю видеть людей, но при этом надо как-то продолжить, и я продолжаю, я забываю слова, там, это такая балалажа, меня спасло только то, что там сидели очень дружелюбные люди, которые переживали, как вы сейчас, это называется испанский стыд, когда за другого переживаешь, и они начали мне аплодировать, Лена, давай, значит, чтобы я не остановилась и закончила, я уже не знаю, как я закончила, я была просто ни живая, ни мертвая, я, значит, села, рядом с подругой сидит, я говорю, слушай, это ужасно было, она, Леночка, ну, во-первых, было понятно, что ты умеешь петь, во-вторых, было понятно, что ты волнуешься, я говорю, ой, ладно тебе, потом подходит, значит, знакомый парень, очень такой, деликатный человек, целует ручку и говорит, Лена, это было божественно, я говорю, уйди, Серега, но суть этой истории в том, ребята, что не надо быть такими самонадеянными, конечно, импровизация, импровизация, но к серьезным наступлениям, чтобы не облажаться, надо готовиться, это правда, вот, то есть я раз и придумала суть, что я вам предлагаю сейчас делать, пока вы сидели, возможно, вам пришла в голову какая-то из истории, из вашей жизни, кринш история, кринш история, девочки, вперед, вы рассказываете эту кринш историю и в конце придумаете какую-то суть, понятно, вся жизнь кринш, все, поехали, кто готов, давай, те, давай, те, давайте я попробую, давай, кринш у меня есть, прямо с проектом связано, у меня все в проекте было кринш, вообще-то, значит, подаю я такая анкету на пятый сезон, не попадаю на пацанки, подаю на шестой сезон, не попадаю на пацанки, подаю на седьмой, попадаю, какая счастливая, довольная, думаешь, как выйду, сейчас их всех удивлю, сейчас просто так эффектно себе покажу, ну, как бы, показала, в первой серии я ломаю ногу, у меня случается тройной перелом ноги, меня через полтора часа увозят просто с площадки на скорую, я понимаю, что походу моя история с проектом закончена, и все, у меня будут в больницу, мне говорят, у вас два варианта, либо гипс, либо мы железо вам ставим, я говорю, что быстрее и эффективнее, мне говорят, железо, я говорю, хорошо, значит, ставим железо, я говорю, я смогу вернуться на проект, мне говорят, нет, какой проект, домой, отдых, покой, и все, никакие движения, ничего, вообще никакой нагрузки, я такая, думаю, нет, нет, я по итогу на костылях возвращаюсь на проект, но хочу сказать о чем, о том, что, даже судьба, судьба, история о том, что, не нужно никуда торопиться, иди в своем темпе, размеренно, с головой, и я очень, всегда, почему-то старалась, куда-то поторопиться, везде успеть, и, в принципе, я даже думаю, что эта ситуация произошла, чтобы меня приостановить немножко по жизни, потому что я всегда куда-то бегу, тороплюсь, опаздываю, сейчас я прям притихла, конкретно притихла, и успокоилась, это не привело к тому, что что-то стало хуже, правильно? Нет, наоборот, я стала даже лучше, благодаря, наис. Супер! Смар! Так, раз здесь, история. Давай, давай, вообще, нет, ты скажи еще, что ни разу не лажала никак, ну, кого-то обманываешь, нет, таких я не помню, ну, ну, любой, скажи, какая прибыль в голову, придумывай, если у меня все плохое, там, сути нет, там, только у детей, мы вообще слушаем язык, ну, давай, блин, и скоты, да, ну, давай, давай, да, по-любому, мне кажется, просто, сходить надо, всех по-любому было еще нибудь, ну, поскольку, очень часто, выступала раньше в школе, на всех мероприятиях, я, кажется, в каждой бочке, так сказать, Лиза была, плавала, и, значит, я помню, я постоянно, были такие выступления, да, где я прям, все, я здесь до школы, а были такие, где я понимала, что так, вот, да, в школу не иду, послезавтра тоже, вообще, и меня и адрес, и вот, Елена рассказала, значит, за караоке, да, я тоже играю на гитаре, вот, я как-то сижу на гитаре, играю дома, это, генералы песчаных карьеров, вот, это песни из бригады, я начала жить в Крущево, думаю, как же я душевно пою, надо, нужно, чтобы об этом узнала, вот, все заведение, идем в караоке, идем в караоке, хорошо, и, значит, ты, я напрашиваю, так, ребята, хочу караоке, давайте, собирать компанию, идем, я буду петь, генералы песчаных карьеров, я, я космос из бригады, я белый, я Саша белый, значит, и, значит, так получается, что, пока там, ждут заказы, все курят, да, в компанию уходит курить, а я остаюсь одна, я заказываю эту песню, я понимаю, что я ни в одну ноту, с первой же ноты, просто не попадаю, вообще, и, значит, я слышу этот скрип, я так, так, взглядом бегаю по залу, я смотрю, на меня начинает оборачиваться, я же не могу показать, как бы, да, что я вот, что все, я понимаю, ребят, что не надо на меня смотреть, я понимаю, что я безголосая, что я ошиблась, и вообще, я сейчас забираю вещи, ухожу, но я продолжаю петь, уверенно, так, все ниже, ниже, ниже сползаю, на меня уже официанты косятся, то есть люди начинают потихонечку собирать монатки, и побыстрее уходить, и, значит, когда все заканчивается, песня закончилась, я понимаю, что я встаю красная, потому что вот этот испанский стыд все я просто получили, и, значит, я гордо такая встаю, как будто ничего не произошло, и покидаю это караоке, и так провожаю всех взглядом, ну, даже они меня взглядом провожали, но главное сделать так, чтобы вот никто даже не заметил, что ты облажался, я до сих пор эту историю с караоке, с этой бригадой до сих пор, короче, помню, супер. Теперь это новая клипуха, космос. Настя, давай, у меня битвы. Ну, ничего страшного, это же просто... Ну, ладно, собственно говоря, насильно никого не заставляет, значит, ну, сейчас там, завершим эфир, там какие-то вопросы у вас остались, отвечу, но, какое мы сейчас с вами очень важное действие сделаем, я всегда завершаю тренинг этим действием, я вас сейчас наделю, правом быть профессиональными ораторами, несмотря на то, что это всего был экспресс-тренинг, потому что вы прекрасно справились, за вами такая большая аудитория, вам есть что сказать, и для этого мы сейчас с вами произнесем клятву профессионального оратора, поздравляете? Попросим Машу подержать камеру, а для этого вам все надо встать, сюда, поднять правую руку, кто правша, повторяй за мной, клянемся с честью нести звание профессионального оратора, клянемся с честью нести звание профессионального оратора, и находить любую возможность, чтобы выступать публично, и находить любую возможность, чтобы выступать публично, чтобы нести свет и истину людям, чтобы нести свет и истину людям, Аминь. Аминь. И это не сектор, ребята, это не сектор. Это все было. На этом можно эти иконки делать. Там нас просто закрыли, я тебе скажу, что за диктанты. Действительно, что эти эмоции немножко съедаются. Что это было? Жизнь, если я все более... Ненормальная. Сейчас так, мы прям поярче говорили, прям чуть-чуть подсъелась на камеру. Камера. Ну тут интересно. Ну, в принципе, можно эти... Все, ребятки, ну, пока. А мы идем создавать свои партии, значит. И свои... Ладно, не сектор. Все, пока. Так, сектор. Сохрани эфир. Так.